друзья мои в этом видео я хочу высказать свою мысль по поводу того что одним одним из самых главных факторов возникновения онкологических и других хронических заболеваний является половые контакты я понимаю что многим неприятно это слушать мне ставят дизлайки и по вопросам полового воздержания и это самое но однако от этого ничего не изменится понимаете да факт остается фактом трихомонада которая передается половым путем при поцелуях при половых контактах да и общении сексуальном она очень опасно животное хоть одноклеточное но она животное и она действительно является монстром вот монстром по отношению с другими даже с такими опасными как я считаю не микробами да это со стафилококом стриптококом и другими инфекциями и каждая новая половая связь она дает возможность мутировать этому очень быстро развивающемуся и приспосабливающемуся животному в теле человека представьте себе да только пять или шесть способов существования есть у животного она приспосабливается к любым трудностям хотел сказать нашей жизни ну где то и так зависимости от того как мы питаемся какие медикаменты мы принимаем и любые антибиотики просто-напросто не спасают потому что трихомонада очень быстро приспосабливается и секс и различные половые связи очень сильно ускоряют их развитие увеличивают их количество делают их резистентными к любым антибиотикам к любым воздействиям к чему угодно даже к сложным ядом по сути дела и если вы хотите добиться какого-то результата в лечении то в этом вопросе лебедев право на триста процентов нужно прекратить просто прекратить половую жизнь и тут есть еще один очень важный аргумент трихомонада как никто другая нуждается в половых гормонах при сексе вырабатываются половые гормоны и именно этого не хватает трихомонаде для мощного развития то есть представьте себе вот вы делаете какую-то работу и у вас есть фактор который ускоряет эту работу раз в триста вот так же для трихомонады очень важен чтобы вы занимались сексом потому что эти половые гормоны дают возможность мощно развиваться виду и она начинает активно строиться то есть чем больше половых связей тем активнее развивается трихомонада тем сложнее с ней бороться то есть вы убили какое-то определенное количество но они затаились и в амебообразном состоянии ждут своего момента чтобы развиваться дальше ведь вы же прекрасно понимаете да что если у человека идут метастазы значит и причем метастазы достаточно далеко потому что где поджелудочная например и где легкие а мы все равно видим прорастание от поджелудочной до в четвертой стадии уже прорастание метастазов в легкие это говорит вот о чем это говорит о том что они мощно развиваются и связи с ухудшением работы иммунной системы то есть уменьшением резистентности самого организма они имеют возможность беспрепятственного но опять же возвращаясь к началу этого видео я говорил вот о чем что половые гормоны плюс другие другой вид трихомонады которые вы получаете от другого партнера до очень мощно влияет на развитие и популяцию трихомонады которая находится в вашем организме я прекрасно понимаю что очень сложно вот так вот понять то о чем я говорю хотя я вот замечаю уже на форумах как люди принимают эту точку зрения и по большому счету мне это очень приятно думаю что это видео было полезным для вас на сегодня все